Друзья, мы сейчас будем ехать в Анталию. По дороге зашли поменять деньги. Вот в этом магазинчике у нас обменник. Харьков. Добрый день. Евро поменяйте на монолера. Еро? Да. 10 евро поменять. По чём? 63. Вы линейте всё. Нитки иголки. Отогрение кадыни, так с иголками. Как вам? Отлично. Курсы. Курс лиры евро 63. Привет другу. Привет Украине. Не приезжайте. Хотите хорошо. Привет. Привет. Хорошо. Идём дальше. В таком канале будешь? Давай поехали. Давай поехали. Давайте. Удачи вам. Хорошего дня. Удачи вам. Хорошего дня. И давать дачу лирами. И давать кучу. И мне всё. Иногда берут больше. Если доллара дороже получается. Да. Мы сейчас вот по этому переулочку выйдем на трассу. Которая соединяет Анталию и Кемер, где где-то. Ну скоростная автостранка. Там проще. Можно и здесь сесть. Мы здесь будем дольше просто ехать. Там сядем на экспрессики. Поедем. Мы по этому переулочку уже гуляли. Вы его видели. Погода сегодня такая. Чуть-чуть с тучками. Но это и хорошо. Мы хотим поехать в Анталию. Просто походить погулять по улочкам. Посмотреть город. Там есть старый город. Надеемся. Найдем какие-нибудь достопримечательности. Никакого маршрута мы там не планировали. Не прокладывали. Как обычно. Куда глаза глядят. Туда идем. Походу будем вам что-то комментировать. Рассказывать. А пока вот так вот. Природа Бильдиби. Наверное. О, кошка и кот. Котяра. Котяра. Рыжий. Какой. Поехали. С нами. Да. И бежит. Такое дело. Я видела их уже снимал. В прошлом раз. Видите. Они их даже не срывают. Вот висят лимоны. Никто их не трогает. Не нужны. Кот какой-то чудной. Идет с нами уже сто метров. Как собака. следом. Так. Сейчас вот тут вот выход. На дорогу. И будем ловить. Наш экспресс. Так. Вот едут. Автобусы. Не знаю какой. Остановится. Будем тупо. стоять. Стопить. Кого-то остановим. Стопим. Автобус. И видим как. Идет стадо коз. Просто вдоль. Трассы. Вдоль автострады. Даже пастуха не видно. Я не знаю кто их пасет. Вот. Идут просто сами. Десятка полтора. Или даже больше коз. Смотрите. Если вам видно. Вот на той стороне дороги. Так они вообще без пастуха. Ты видишь. Сами по себе. Козы едят мак. Там растет мак. Просто вот такая целая поляна. И они лупасят его. Смотрите. Красный мочок. Видно вам? Интересно. Где они остановятся. Они так могут идти бесконечно. Вдоль дороги. А с колокольчиком какая-то звенит идет. Рядом с этим местом где мы вышли с автобуса находится какой-то парк развлечений. Вот с таким колесом обозрения. Огромным. И вот такой вот торговый центр. Где куча разных брендовых магазинов. Зара. Вайкики. И куча других. Впереди видна какую-то арену. Спортивную. В общем сейчас попытаемся посмотреть как нам попасть в старый город. Анталии по карте. Мы на maps.me скачали карту Анталии. В общем рано мы встали до основных достопримечательностей. До музея Анталии. В общем еще где-то 5 километров. Так что. Все. Свернемся на остановочку. Проедем дальше. В сторону старого города. Сейчас трудом мы объяснили водителю с помощью тоже людей которые едут в старый город. Куда мы хотим попасть. Он нам продал за наличные деньги билеты. Мы их пропикали вот на такой вот штуке. Которая может принимать как банковские карты. Так и вот карты которые дает водитель. Ну водителю вы платите деньги. А потом получаете эти карты. Стоит от этой остановки до старого города 15 лир. Ну удобнее конечно если у вас есть банковская карта. То расплачиваться прямо в автобусе банковской карты. Здесь проблемы. Водитель автобуса по которой мы сейчас едем. Здесь она 7.24. То есть 24 часа. Действует в течении 7 дней. Так друзья. Вот на этой остановочке. Сзади меня находятся автобусы. Мы встали. И вот это район старого города. В Анталии друзья. Мы в Анталии. В Турции. Да. Это район. Калечи. Калечи. Вот да. И здесь находится старый город. В котором можно погулять. Уже сразу пытаются что-то впарить. На Polaroid. А да. На Polaroid сделать фото. Вот видимо перед нами районы старого города. Потому что крыши такие. Видно старое строение. Намечается какой-то праздник. Ну да. Какой-то праздник. Кром. Висят флаги. Портреты президента. Вот мы можем видеть внизу. Старые домики. Старые улочки. Видимо вот это вот старый район. Старый город Анталии. Откуда все начиналось. Откуда он так сказать. Начал расти. В стороны. И набирать свои обороты. Сейчас пойдем познакомимся. Посмотрим. На архитектуру. На атмосферу. Этих старых улиц Анталии. Друзья. Скажу сразу. Особых исторических справок. Мы там не выписывали. Не готовились. Просто решили поехать. И погулять. По улицам. Показать вам. Колорит. Старой Анталии. Она большая уже. Ну то есть. Город этот большой. Ходить по обычным. Современным районам. Они особо. Ничем. Не отличаются. Того же Кемера. Там. Ну. Таких. Современных районов. Кемера. Просто. Он. Конечно. Намного больше. Это. Мегаполис. Такая. Кафешка. Вот. А. Попасть. Именно. В старую. часть города. Это. Всегда. Интересно. Такие. Вот. Здания. Это. Видимо. Какой-то. Мегаполис. Да. Готовы здесь. По-моему. Прочувствовать. Так сказать. Историю. Этого места. Это музей. Это музей. Кстати. Кстати. А можно ли сюда заходить. Мы не знаем. Надо разговаривать. Разговаривать. Да. Это какая-то мечеть. Или. Нет. Это просто. Нет. Да. Музей. Музей. Да. Здесь. Такое. Куполо. Образное. Помещение. Там. Вот. Воссоздано. Такое. Место. Для. Наверное. Молитвы. Да. Или что. Видишь. Ну. Я думаю. Мы. Будем. Заходить. Наверное. Сюда. В принципе. Или. Будем. Так. Поднимемся. По. По. Ступеням. Вот. Еще. Какая-то. Башня. Вообще. Друзья. Анталия. Это. Универсальный. Такой. Курорт. Турции. Турции. Где. Есть. Место. И. Пляжному. Отдыху. И. Экскурсионному. Развлекательному. Шопингу. То есть. Здесь. Можно найти. Развлечения. Любой. Кур. Здесь. Какие-то. Видимо. Захоронения. Могилы. Каких-то. Удей. Так. Пойдемте. Смотрите. Какая башня. Интересная. Находится. Вот. Впереди. Сейчас. Мы. Пройдем. К ней. Это. Какие-то. Раскопки. Это. Фрагмент. Какой-то. Стены. Наверное. Или фундамент. Так. Друзья. От этого. Место. Где. Мы. только что заходили. Какая-то. То ли. Мечеть. То ли. Музей. В общем. Что-то такое. Спускаемся. Еще. Ниже. Справа. От нас. Тоже. Какое-то. Здание. Старое. Тоже. Сюда. Заходят. Но. Разуваются. Мост. Которого. Он построил. Четыреста лет назад. Нужно было. Ремонт. Сделать. И там. Так. Камни были поставлены. Что. Эти. Архитекторы. Современные. Которые. Этим занимались. Реставрацией. Они просто. Не могли. Не знали. Как это сделать. Как поменять. Камни. Которые там были. И. Очень долго. Мучили. Друзья. Вот. Фрагменты. Каких-то. Дождевая вода собиралась. Это акведук. Да. Вот. По таким акведукам. По таким трубам. Воду собирали. Вот. Такие. Вот. Глиняные. Сосуды. Вот. Так. Выглядит. Это. Помещение. Изнутри. Ходить. Дальше. Нельзя. Здесь. Ограждения. Стоят. Можно. Посмотреть. Все. Выложено. Из. камни. Так. Друзья. От этой мечети. с такой вот красивенной башней. Идем дальше. Здесь. Правда. Большая территория ограждена. Идут раскопки. Таня. Ведутся раскопки. Археологические. Вот. От этой башни пойдем теперь дальше бродить. По улочкам. Такой вот дух. Знаете. Чем-то напоминает. Мы то не были. Но. Я видел. Не раз. В передачах. И. В ютубе. Снимали. Ребята. Улочки. Старого. Баку. Вот. Тоже такая. Азербайджанская. Тоже вот такой. Колорит. Похожий. Как и здесь. Так. Начинаются. Такие. Вот. Уже. Торговые. Ряды. С разными. Национальными. Украшениями. Коврами. Такие. Вот. Ковры. Уникальные. Такие. В качество. Ковров. Здесь. Одно из самых древних занятий. В Турции. Обалденное место. Это. Смотрите. Те. Магазинчики. Вообще. Как. Колоритное. Все здесь. Улица. Мощеная. Такой. Брусчаткой. Магазинчики. Ему. В Турции. Можно сказать. Это. Наверное. Самое. Туристическое место. В Анталии. Здесь. Продает. Чаи. Разные. Специи. Какой запах. Вот этот. Шмуточный Базар. Пошли. Визуще. Да. Вверх еще что-то есть. Вестницы. Да. Вот. Смотрите. Какие интересные. вот когда продают какую-то такую аутентичные такие товары этно товары обретают те вещи которые издревле делали в турции это интересно когда вот начинается вот такой вот ширпотреб это конечно немножко не то стелись вниз вся улица вот этих ширпотребных шмотках портит весь вид и вышли к такой вот небольшой гавани здесь стоят яхты прогулочные кораблики сейчас так снимем чуток здесь что-нибудь таня то мы идем на выход нам надо туда это ты должен петли я тебе рекламу делаем так друзья ну в принципе все как обычно в гаванях где стоят вот эти там пойдем в ту сторону а старый город он получается той стороне сейчас пойдем так по кругу прогуляемся встретили земляков с днепра с украины люди тоже приехали своим ходом с кемера на экспрессики и потом также на местный автобус купили карту за 15 лир на которой можно кататься на местном городском транспорте маячок он смотри придешь к плавая так впереди видно как стену какой-то крепость вот там крутая лестница ведет туда наверх смотри чтоб ключи не выпали друзья анталия вообще является столицей провинции анталия которая называется там город находится анталия 550 километрах от столицы турции вот анкары и общая площадь 1417 квадратных километров этой провинции численность местного населения 1 2 миллиона человек это с учетом туристов в летний период вернее без учета туристов летний период период туристического сезона эту цифру можно умножить на 2 еще город анталия находится на территории пяти районов провинции это аксу дешиме алты кирпес каньялты и мурат паша мурат паша вот так вот их там еще 19 по моему провинции но их все перечислять не буду я думаю никому не интересно смотрите какие старые ступеньки тысячи лет им сейчас подым подымемся и вот с высоты вот это крепостной стены снимем снимем анталию так тут билет надо показывать да собака можно фух друзья вид он красивенный так можно отдохнуть чуть-чуть аромат ну тут уже так поинтересно чуть-чуть хоть нет вот этого бесконечного базара ресторанчики а то опять добрый день на всякий случай сказал и хеллоу и здравствуйте старые такие домики вот так сейчас пройдем все вперед фигурки с камня друзья кто ездил еще в анталии вот так вот погулять своим ходом пишите в комментариях где еще можно походить посмотреть интересные места кто где был посоветуйте улицы моют пыли здесь нет чисто хорошо много разных ресторанов и отелей в этой части старого города здесь какой-то парк еще зайдем зайдем туристами так и много сейчас май месяц их топ особо не видно вот какой-то колодец древний такая имитация больше такая имитация больше вообще кайфово здесь так вот этот парк заканчивается у воды такими кафе хами ну посидеть тут конечно прикольно вот здесь вид на гавань открывается так вот классно вот мы были там вот возле той мечети где башня и получается вот таким образом прошли сюда скверики скверики здесь прохладно хорошо лавочки такие вот есть прикольно посидеть и потом пойдем дальше погуляем еще по старому городу а потом поедем еще где-нибудь куда еще даже не решили не будем спешить в отель на обед на уже не успеем потому что уже почти пол двенадцатого обед начинается в 12 пропустим на наш музей нашу трапезу к ужину вернемся в бельдибе а так целый день будем гулять по анталии и вы вместе с нами так друзья выйдя из скверика идем выше все приморские города турции такие как анталия алания они все имеют тысячелетнюю историю по тому как вся жизнь все движение в то время было вокруг торговых путей какой обалденный домик правда он немного уже обшарпался но тем не менее видно его красоту какой он был арочный вход такой двери старые красиво и справа идет стена стена сделана часть идет камень часть дерева за чем-то перекладывали деревянными досками стену так так впереди видно фрагмент какой-то полуразваленной опять же то ли мечети то ли чего-то еще в ней находится магазин улочки конечно здесь все красивые можно по любой из них идти и вы получите удовольствие все дома сделаны из такого камня вот ракушняк местный строительный материал который использовался тысячи лет людьми проживающими здесь вот справа какой-то отельчик наверно или даже не знаю некое это государственное наверно заведение кури смотри что это такое культурный какой-то центр друзья повторюсь ходим без какого-либо плана и маршрута вот так вот шли увидели зашли какое-то наверное государственное какое-то заведение а так в основном все в кафешках да вот это вот друзья министерство культуры это видно по флагу государственному то есть уже понятно что это какое-то государственное учреждение кассеты так кассеты продают прикинь блошиный рыночек такой впереди видно минарет мечети так а здесь опять улочка посмотрите как уютно здесь улочки вообще сказочные улочки вообще сказочные так вот друзья закончу свою мысль по поводу того что любой средиземноморский городок который расположен на берегу моря в Турции это тысячелетняя история возьми хоть анталию хоть бодрум хоть аланию все города имеют огромную историческую историческое наследие потому что всех объединяло море морские пути торговля с помощью моря велась и поэтому вся цивилизация вся культура зарождалась именно в этих местах города которые расположены в внутри материковой части это ну там больше было городов каких-то таких провинциальных деревень или городков которые в общем-то не играли такой роли как такие портовые морские морские города которых было были порты были гавани куда привозили товары со всего света это поэтому наследие историческое таких вот приморских городов оно намного интереснее чем таких ну тут уже начинается такое слияние современной архитектуры и старых строений которые такие чуть-чуть уже подуставшие вот так что приехав в любой турецкий город который расположен на морском побережье вы найдете найдете что посмотреть в Аланье также есть тот же старый город та же крепость и куча куча исторического наследия вот так вот сейчас еще чуть-чуть погуляем по этим улочкам наверное будем идти еще куда-нибудь так смотрите как тут машины ездят тут реально проходит одна машина если сейчас навстречу кто-нибудь бы ехал то пришлось кому-то из участников движения сдавать назад разминуться невозможно да кафешки тут все такие классные дворик вот такое здание старое со ставнями деревянными и как сделан здесь вход в пол вот эти вот булыжники вылезанные тысячелетиями морем смотрите выложили вот такой орнамент вот такой пол бомбезно вообще не знаю это наверное какой-то отельчик небольшой вот так вот все сделано с таким креативом идешь по такой улице и каждый метр тебя радует ух ты тут вообще рынок картины есть такой дворик здесь полностью в товаре старые какие-то лампы или кувшины кувшины для воды нам да интересно даже иконы есть православные интересно вот такой дворик нашли мини-пазарчик картины продаются можно купить в общем прикольно здесь опять отель представляете в таком вот отельчике жить в старом городе анталии это вот туда нам надо идти интересно просыпаться выходить по такой улочке каждый день пошел куда-то в кафешечку упал кофейку попил так мы уже тут забрели и сами не знаем куда да наверное сейчас будем идти правее здесь а вот мы уже а вот это же это же это достопримечательно что сейчас я тебе скажу как она даже называется друзья сейчас секундочку я о ней читал так эта штука называется резиденция императора резиденция императора адриана это беломраморные арочные ворота зимней резиденции уже 19 столетий удивляют своей красотой туристов вот так вот написано друзья видите без всяких указателей шли шли и пришли видишь правильно меня сюда тянуло а ты говоришь надо было направо вот нет сюда надо было видите видите это постройка очень и очень древняя это еще император была резиденции императора это здание вот такие вот арочные ворота были сделаны представляете тысячи лет назад какая постройка какая точность четкость вообще всего обалденное место тут конечно куча народа селфи все дела и вот такая крепостная башня старая мы сейчас тоже здесь сделаем фото обязательно вот такое вот историческое место здесь даже видно как колесницы въезжали в эти ворота и вот вдавлена колеи две видите от колес колесниц остались такие вот продавленные следы две колеи вот вот такое друзья место так ну что мы пойдем теперь дальше наверно туда в общем друзья вы поняли если со стороны современного города вот оттуда въезжать на территорию старого города то вот это вот въездные ворота то есть старый город именно территория этого города начиналась вот с этих ворот вот вот до них вернее за ними уже город заканчивался то есть мы фактически от гавани где мы были прошли до этих ворот улочками всякими то есть ну как бы так шли наугад ну в общем мы прошли через весь территорию всего старого города ну еще он тянется так туда вот вдоль побережья сейчас мы вернемся спустимся опять вниз и возможно там еще какие-то новые места посмотрим здесь прямо под карнизом отеля ох выпало у нее это веточка вот один голубь сидит там и гнездышко а второй хочет туда веточку принести стены все выпадает вообще не боятся людей в метре от людей спокойно себе делает гнездо даже не боятся здесь такой вот old house хостел и паб такое атмосферное местечко тут уютно красиво еще одна улица выходит прямо к мечети но мечеть почему-то закрыта листами металлическими наверно какая-то реставрация здесь наверно как таковых жилых домов нет здесь все переделано под отели под магазины и рестораны hello украина так вот опять улочка сейчас мы по этой улочке вот так будем спускаться и то и придем к морю youtube блогер youtube да давай поехали что за малый в росту откуда он домашний из польши а украина красивая страна ну что то люди видят и мы красивая квитучая спевучая но все время что что то мешает а так гарно у нас украина а он откуда я не спрашиваю балаболи вот вот время обеденного намаза мула начал петь молитву а мула 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 билого голубого мула короче для прогулки вот эта территория старого города вообще классное место тут нету почти транспорта ну понятно какие то машины двигаются но их немного куча кафешек красивых таких мест возле которых можно сделать обалденные фотографии куча кафешек смотрите как оформлено кафе белоглубые такие какие-то бирюзовые тона или не они как как цвет называть цвет как называется не бирюза почти на в любой точке можно фотографироваться просто красиво тут гулять тут прикольно честно скажу полдня мы тут уже прошатались и интересно и и вам показали вот еще какой-то отельчик смотрите там даже есть мини бассейн чик вот такие вот здесь места в любом из этих отелей можно конечно остановиться и жить прямо в историческом центре анталии так и вот эта улица по которой мы сейчас идем она выходит к морю здесь опять какая-то башня здесь есть обзорная площадка с которой видно обзорная площадка с которой видно город и гавань оборудована для людей с ограниченными возможностями есть такой заезд братья из китая китайские товарищи интересный берег впереди вот он весь такой скалистый с такими гротами какими-то классно вот такой видосик отсюда вот территория старого города вся находится в этой части вот это вот старая гавань куда заходили корабли тысячи лет назад это были какие-то сторожевые башни видимо в то время и и сами жилые районы вот находятся вот в этой части все дальше туда пошел же город современный город анталии а вот где мы были в жизни колесо обозрения вот получается если мы пошли сюда пешком то нам бы пришлось чухать сюда очень долго да можно посмотреть здесь за одну лирку надо бросить и вам откроется возможность смотреть в этот бинокль дамы течение минуты по моему одна лира стоит можете посмотреть ну я вам скажу здесь и без бинокля все хорошо видно правда чуть-чуть в дымке горы вот так вот японская делегация такие вот это китайцы я думаю да японцы наряды очень много такая вот прогулочка получила друзья по старому городу понравилось вам или не понравилось пишите в комментариях ставьте лайки и лайки подписывайтесь на канал давай поехали мы стараемся для вас а я традиционный торговец мороженым у у сейчас вот но но об о хорошо, спасибо хорошо от speak to шоссы я хочу сказать у меня нет ааа Поехали какая парни погое дурят дурятки, балька мы тут Друзья, взяли мороженое, 10 лир оно стоит, можно шоу, можно без шоу, как вы хотите. Ну все торговцы мороженым здесь такие прикольные, чудаки. Там со старым городом такой вот парк небольшой, где можно посидеть отдохнуть. Сейчас мы через него наверное выйдем в город, снимают какую-то передачу. Со скверика вышли такое, какая-то площадь с фонтанчиком небольшая. Ну друзья, старый город находится слева, мы его сейчас обходим вокруг. Рядом со старым городом вот такая вот струя падающая. Так, это уже современный район. Сейчас найдем остановочку автобусную и поедем куда-то в сторону центра. Идем, эта улица проходит рядом со старым городом. Вот он от нас слева, крепостная стена видна. Домики для котов сделаны, видите какие. А вот дорога сделана, поделена на две части. Одна часть для велосипеда видимо, вот знак велосипеда. И вот на велосипеде едет человек. Видимо вот это вот велосипедная дорожка. Так, мы сейчас по этой улице дойдем до какой-то остановочки и поедем... Куда мы поедем? В музей. Мы поедем в музей Анталии. Это тоже такая достопримечательность тут местная. Что там в нем, не знаем, посмотрим. Если доедем, опять же. Нам все равно двигаться в ту сторону. Только я вот не пойму, это видимо... Вот эта полоса сделана то ли для такси. Вот здесь стоит такси, видите. Или для велосипедов. Вот Макдональдс, друзья. Сейчас, друзья, чуть пошопимся. Или просто посмотрим. Вайкики. Вот эти ворота теперь... От нас с левой стороны. Мы обошли этот старый город вокруг. Он на самом деле небольшой. Что интересно, вот эта вот стена, она вообще построена без какого-либо связывающего раствора. По-моему, то есть просто ложились каменные блоки друг на друга. Наверное. Наверное. Или-то не, а что-то какой-то есть. Но это, возможно, уже в более позднее время под это самое... Подреставрировали, а так... Как четко все сделано. Вообще. Встретили наших знакомых, с которыми сюда ехали. Ну как погуляли, нормально? Хорошо. Пожалуйста. Как? Понравилось? Да. Я вообще... Вот колорит... Да. Такое атмосферное место, да. Такое атмосферное место, да. Так, хотим еще куда-нибудь пойти. Ну вот давайте. Вы где? Не в Тимере? Мы в Бильдибе. Нет. Нет. Оттуда нам рассказывают. Потому что мы в музей не пойдем уже. А вы уже возвращаетесь, да? Нет, еще погуляем по городу. Да, вот встретили людей. Оказывается, они подписаны на наш канал. Тоже смотрят. Ну, они уже решили возвращаться домой. А мы еще хотим чуть побродить. Посмотри карту, где этот музей. Сейчас. Поскольку мы все равно уже обед прогуляли, а к ужину у нас еще полно времени. Поэтому проведем его сегодня, этот день в Анталии, друзья. Покажем вам турецкую... Можно так назвать, турецкую столицу туризма. Ну, вот именно такого пляжного отдыха. Анталия самый популярный, наверное, регион. Город и регион. То есть регион и город носят одно и то же название. Анталийские регионы, либо город Анталия. Самый популярный, по крайней мере, у туристов с СНГ. Это Анталия. Поэтому, я думаю, многие наши подписчики с удовольствием посмотрят такую вот прогулочную... Прогулочное видео с Анталии. Так, нам нужно сейчас посмотреть на карту и определиться, как нам попасть в сторону вот этого парка развлечений, наверное. Музей тут, получается, недалеко. Сейчас посмотрим. Смотрите, как нам пройти в этот музей Анталийский. Вот в ту сторону нужно идти. Смотрите, какой променадик такой. С зонтиками. Классическое украшение. Уже много в каких городах практикуют такой декор уличный. Спасибо, не хотим. В общем, надо идти в сторону моря, и там он практически на берегу находится. Музей? Нет. По дороге мы посмотрим. Колорит местных улочек. Это как бы мы опять вроде бы в сторону. Спасибо. Мы верим, что у вас все интересно, но в каждом магазине, если мы будем снимать, нам не хватит ни времени, ни памяти, ни заряда наших аккумуляторов. Тюдорс арена. Рыцари. Свернули мы опять влево, опять зацепили край этого старого города и спускаемся по нему вниз. Оригинальное решение. С бочек сделаны сидушки, кресла такие, столик и вообще вот мини диванчик такой. Прикольно. Ну вот, друзья, как тут выключать камеру? Ну, куда ни глянь, что-нибудь интересное. У тебя ковров турецких. Красиво. Нельзя. значит нельзя непонятно что-то пробурчал то ли снимать нельзя, то ли ходить нельзя ну нельзя до свидания да не, не, в правильном идем опять такая колоритная улица короче нам карта показала что самый близкий маршрут к этому музею это сюда так вот он может и был тут музей что мы захотели тут вот так вот вниз 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 интересно сделали фасад колоритно здесь находиться когда поёк мула в мечети друзья мы находимся вот в гавань и вот мы получается под а это мы поднимаемся вверх а у нас так же так это что на лифте можно подняться на смотровую площадку наверное наверх поднимемся и получим окажемся наверху не, здесь нет не, еще не были вот друзья, приехали на смотровую площадочку сейчас выйдем так, друзья, мы на смотровой площадке поднялись ну мы уже в городе, все, в принципе, можем возвращаться отсюда вот такой видончик отсюда в принципе мы отсюда начали наш путь мы только спустились вот туда по-моему, слышишь? мы вот так вот спустились и вот так пошли оттуда где эта башня вот, которая а вот, да да, вот мы оттуда начали а здесь можно а ну-ка да, я пройду вот тут попугай нас встречает вот такой видончик вот такой видончик ага вот вот гора еще покрыта снегом сюда вы можете подняться на лифте чтобы не подниматься по ступенькам вверх поднимаете сразу вот на эту смотровую и сразу давай спустимся в узей отсюда можете идти в город так друзья закончили мы нашу прогулку по старой Анталии по старому городу Анталии показали вам местный колорит как здесь выглядят улочки какая здесь вообще такая архитектурная часть я надеюсь что-то что-то нам удалось передать что-то показать что-то вы поняли если что не поняли приезжайте сами смотрите вот сейчас перед нами часть старой Анталии вот она таким пятаком располагается на берегу в такой гавани здесь зарождалась сама Анталия зарождался этот город история Анталии начинается еще с античных времен город имеет очень большую историю очень такую насыщенную историю это был портовый город как и все античные города в основном в то время всех связывало еще раз повторюсь торговля морские пути потому как все было завязано на морском транспорте поэтому в этом городе куча интересных мест атмосферных ну понятно что как-то вот это вот портит все дело такая базарная атмосфера ну опять же базар это неотъемлемая часть восточной культуры просто товары меняются все обновляется там современные все дела все это ясно и понятно поэтому никуда от этого не деться тем не менее здесь интересно погулять провести денек ну пусть не денек пару часиков можно окунуться в эту атмосферу кто хочет может вообще приехать пожить здесь куча отельчиков вы видели таких бутиковых и автобус но сели мы в обратную сторону не туда куда нам было нужно возвращаться а мы поехали в край в конец на конечную остановку восьмого маршрута тут вообще куча всех маршрутов вот это конец города все дальше города нет приехали на конечную думали развернемся и поедем же на этом автобусе назад но нет нужно выйти с автобуса и еще раз заходить а это еще раз платить за проезд короче как-то так здесь находится пляж это как городской общественный пляж вот он общедоступный здесь сделаны такие печи можно готовить жарить наверное что-то барбекюшки такие вот тут местные отдыхают проезжают в этот на этот пляж ну короче сделана такая огромная барбекюшная видно как взлетают самолеты такой вот пляжик здесь городской ширина его довольно большая он как песочный местный люд тут загорает отдыхает парково пляжная зона для местного населения я так понял